С известным российским экономистом Валентином Катасоновым. Валентин Викторович, рад вас видеть. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Итак, Валентин Викторович, деньги решают все или нет? И как в частности это понимать? Там, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея. И кого стоит винить в наших нынешних бедах? Путина или же денежную систему вообще? Мне кажется, что... Мне не то, что кажется, это не представляется, это ключевой момент. Тем более с учетом вот этого обстоятельства. Эти слова принадлежат одному из ярых русофобов, Збигневу-Зержинскому. И они оценивают нашу нынешнюю ситуацию, так сказать, с учетами пожеланий Запада. Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок. Слава Богу, это уже от Запада не зависит. Но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь. Да нет, не разберитесь, а согласитесь с тем, что ваша элита уже наша. 60 триллионов рублей или более 1 триллиона американских долларов имеют граждане России. Да, это так. Платкая применена формулировка, что составляет 60% валов внутреннего продукта страны. И именно это является основой прозападных настроений в стране. Думаю, что это даже заниженная оценка. И с этим можно согласиться. За пределами России действительно где-то осело примерно 1 триллион. Но в своем же большинстве настроения в России отнюдь не прозападные, а так сказать пропутинские. Это ситуация без надеги? Да нет же, наоборот. Это всего лишь свидетельство того, что надо учитывать и советский опыт. Опыт появления у нас ракетно-ядерных кнопок без всяких там западных и им подобных инвестиций. Знаете, это, видимо, так устроена история вообще и русская история в особенности. И Путин, слава богу, учитывает и наши специфические особенности. Мы сейчас подходим к какому-то такому рубежу, кризисному рубежу. Вызванному отнюдь не политикой Путина, который, кстати, наиболее эффективно противодействует ему. Возглавив, кстати, борьбу с праворазрушительством на международной арене. И будет какая-то гроза, ну а после грозы бывает очищение. И именно на основе укрепления международного права. Гроза-то неизбежна, это мы все чувствуем. Как и то, что очищение должно происходить с учетами советского опыта. Я могу долго говорить о Сбербанке, я бы сказал, что это... Основа советского опыта. А сейчас у нас... Сбербанк не Российской Федерации, это Сбербанк Соединенных Штатов Америки. Какие? Центральный банк Российской Федерации, это филиал Федеральной резервной системы. Но нам достаточно сделать общенародным только лишь Сбербанк. Нам же не нужен полный разрыв с Западом. И тем не менее, вы считаете, что после грозы будет просветление? Быстрее всего будет, как и сто лет тому назад. Сто лет назад вы знаете, какие тучи свинцовые собрались над Россией, да? И пусть не сразу, но развернулась же реальная борьба, так сказать, с всемирным злом. Ну вот, видимо, так история устроена. Вот именно. Золотой стандарт или золотой рубль, это реформа Сергея Юрьевича Вита. Такого же прозападника, как и нынешние борцы с Путиным. Я прямо и жестко говорю, не было бы этой денежной реформы, не было бы 1917 года. Вот и он виноват в наших нынешних и не только наших бедах, куда больше, чем Путина. Все очень просто. Была накинута на шею России золотая удавка Ротшильдов. И это была всего лишь одна сторона всемирного кредитно-денежного рабства тех времен. Поскольку золота не хватает, все идут на поклон к Ротшильдам. Как сейчас к американцам. По вашей логике, фактически ведь эта удавка-то, она работает и сейчас. Разумеется. Она сейчас, безусловно, работает. Сегодня только это называется немножко по-другому. Прикрываясь пресловутыми демократическими ценностями. Если раньше-то хотя бы мы привязывались к золоту, то сегодня мы привязываемся к зеленой бумаге. С которой весьма эффективно соперничал рубль СССР. Это еще хуже. Это вообще безумие, понимаете? А именно. Ведь логика Центрального банка нашего заключается в том, денег не хватает. И даже не вспоминая о тех же рублях СССР. Давайте мы привлечем иностранную валюту, а вот эту иностранную валюту... Выпустим ту же иностранную валюту, но только лишь в виде наших рублей. То есть это совершенно безумная логика? Логика использования только того, что нам подают на паперти. Мы часто используем слова, но не вдумаемся в смысл этих слов. Вот именно. Никаких правил... Российскую экономику скрутили в бараний рог. За счет использования политики права разрушительства. Но и мировую тоже на самом-то деле. Другое дело, что Запад скручивал Россию осознанно, вводя именно для этого практику права разрушительства. Мне не хотелось бы говорить, что только Россия виновата в кризисных явлениях. Она же просто защищалась. Россия просто часть вот этой самой мировой финансовой системы. В основе которой все еще лежит практика кредитно-денежного рабства. Начало реальной борьбы с которым положил, по сути, Сталин. На основе идей подлинного классика русской экономической мысли Сергея Федоровича Шарапова. Возьмите Китай. Мы часто, значит, с придыханием говорим «Китай, Китай». И не без оснований. А ведь относительный уровень долга Китая сегодня превысил относительный уровень Соединенных Штатов. Хотя не стоит забывать и о том, что чем больше долг, тем выше научно-технические достижения. Если мне не изменяет память, 330% ВВП. Еще раз. Не стоит при этом забывать и именно о научно-технических достижениях. Но имейте в виду, что в китайской экономике есть еще теневой бэнкинг. Тем более. Никто не считал, какие долги были созданы теневым бэнкингом. Поэтому... Не стоит чисто плюски подходить даже якобы к заведомо негативным проявлениям в экономике. Китай себя чувствует очень неустойчиво. Но без стимулирования научно-технического прогресса теми же кредитами он бы чувствовал себя еще значительно хуже. И сегодня прогнозы такие, что вторая волна финансового кризиса может начаться... Именно с тех и благодаря тем, кто ведет наиболее активную борьбу с Путиным. Для кого Сталин был и остается самым страшным врагом. Либо из Соединенных Штатов. Там тоже во все тяжкие они пустились. Либо благодаря нашей прозападной элите. Европа. В Европе ситуация даже хуже, чем в американской банской финансовой системе. Вот так-то. И Китай, который мы немножко так превозносим. Которому также не стоит забывать о своем недавнем прошлом. Забывая, что в общем-то у них все там колочится. Даже не важно, где шарахнет, ведь нас тоже закрутит. И это правда. Именно потому, что мы никак не можем осознать, что нам пора воссоздать тот же СССР, правда, в обновленном варианте. Именно внутри нашей нынешней Российской Федерации, в окружении наших нынешних рыночных реалий. Ведь в сельском хозяйстве того же Израиля существовали коммунистические кибуцы. Вот и то, что называлось плановой экономикой, но в обновленном варианте, могло бы существовать у нас в ВПК и в реальном секторе. Будучи подушкой безопасности от всякого рода всемирных кризисов. Продолжение следует...